Здравствуйте. Скажите, сколько вы дней уже здесь? Как вообще у вас здесь самочувствие? Кто-то к вам приезжает, может быть, от полигона, от этого? Четвертый день я здесь. Приезжали полицейские с полигона. Какие-то молодые люди предлагали деньги, чтобы я отсюда ушла. Остановились вот там, да. Вот там около локомотивного, ушли пешком. Ну и вот. Я говорю, у вас таких денег нет, какие я запрошу? Это какие? Я говорю, ну не меньше 3-5 миллиардов. А зачем вам столько? Я сказала. Дети купят, на Рублевке будут жить, а я буду доживать в своем доме. Мне надо вывезти детей из запасных зон. А они сумму не называли, да? Нет. Сумму они не назвали. Мы вам заплатим. Сумму не называли. Я сразу сказала, у вас денег не хватит. Строители, не строители даже, а водители на машине подъезжали, спрашивали, просто общались и все. Жители подходят, общаются. Кто-то, не знаю кто, приносят ночью продукты, подкладывают. Но вот почему-то люди боятся выходить с пикетами. Уже просто на все запуганы. Я на пикеты выхожу с декабря месяца. В декабря месяца меня очень сильно прессовали служба нашего главы Слепцова. Ну, два часа я продержала. А это вы где? В Солнечногорске? В Солнечногорске, да. Я вышла на... Был праздник детский. В белом защитном костюме. На спине было написано КПРО нет и перечеркнуто. Они стали, что это такое? Я говорю, костюм Деда Снеговика. Уйдите отсюда, вы пугаете детей. Ну, в общем, потом прибежал участковый, потом все успокоились. Я уехала. Два часа это длилось. Потом я выходила на пикеты просто к администрации. Потом вела пикеты онлайн. Ну, толку никакого. Причем на пикетах было требование выдать документы РУСЭКО для проведения экспертизы КПРО. Лыбкисты. Ноль внимания. Вот на сегодняшний день получат они или нет, я не знаю. Но тут я случайно узнала, что, оказывается, это не федеральная программа, а губернаторская программа. А нас губернатор спросил и вообще, чьи он, так сказать, кого защищает. Кого он лоббирует? Москву или меня? Я за него голосовала. И встречалась с ним в августе месяце, когда он приезжал при Якунине. Показался нормальный мужик. Но что он теперь творит, это вообще не лезет ни в какие районы. Скажите, а что конкретно вам не нравится здесь в этом проекте? Там будет мусоросжигательный завод, полигон. Что не нравится? Что там плохого? КПРО. Комплекс переработки и размещение. Это значит свалка отходов. Но, во-первых, все это находится прямо вблизи реки. Там 5 метров до Радуги. Во-вторых, там старая свалка еще, которую, так сказать, чувства не привезли, не привели. Тут вообще не может быть. А потом, кроме всего прочего, что у нас в районе? Я вам перечислю. Три действующих химических предприятия в районе Рекенцо задыхаются. Сенеж, Пларус, Лемарк. Парашютный завод. Лепси, уже Мерседес. Я уже считать не буду. Ну, шоссейные дороги, это понятно. А дальше? У нас зачем-то привозят в Есипово фильтрат из Кучино. Зачем? Что собираются с ним делать? И зачем он у нас в районе? На месте отработанных песчаных карьеров, под видом рекультивации причем, узаконили свалки, опять же, из Москвы. Строящиеся КПО Коварова, вырубка лесов, МСЗ Хметьева, плюс еще КПО Врединой, ну, Хметьево рядом, еще одно запланировано. Что у нас тут будет? Они нас хотят всех потравить. И он, Медведеву, говорит, что все хорошо и замечательно. Рядом люди не живут. Так, пожалуйста, вот вам рядом локомотив. Тут вообще кругом живут люди. Или он нас за людей не считает? Мало того, в другом ролике это все безвредно, без запаха и вообще все прекрасно и чудесно. Была я на КПО в Зарайске, видела, как там прекрасно и чудесно. Я не понимаю, почему бухивают деньги в КПО, в МСЗ и нету вторичной переработки. Сходня, Солнечногорск, Клин, три стекольных завода. Дайте им деньги. Пускай разное стекло перерабатывают на разных предприятиях. Что, стекло перерабатывать нельзя? Металл. Да, в общем, все можно перерабатывать с умом. Деньги в группе бухивают только для того, чтобы их просто отмывать. Почему губернатор считает, что может распоряжаться жизнью моей и моих детей? У меня умерла дочь от острого лейкоза. В Смирновке больная девочка 11 лет. Острый, милобластный лейкоз. Она не выздоровеет. Она умрет. Мое уличили, уличили. А само уличение – это фашизм. Я вам серьезно говорю. Это настолько страшно. Можете себе представить, если когда умирала Наташа в больнице, я стояла на коленях и просила врачей. Ради бога, только не реанимируйте. Я не пускала их в палату. Меня заведующий говорит, Галя, я тебе клянусь, мы ничего не будем делать, только то, что обязаны. Ну, через 7 минут Наташа ушла. Ей 30 лет было. Ну, у нас на Пролетарской улице переборка мусора. И там же его и захоранивали. А у меня колодец. У нас в Абухово выкопали карьеры. Там столько воды. Должны рекультивировать. Но туда свозят мусор. Я сама лично вытаскивала. У меня даже заснятое, правда, фото. Памперсы, засыпанные землей. Это что, рекультивация? Кто проверяет тот грунт, который туда ввозят? Я вообще не понимаю, что он творит. Я прошу комплексной федеральной проверки. И именно Российской Академии Наук. Что в районе у нас можно и чего нельзя строить с выводами ученых, а не таких экологов. Что это за эколог у нас офигенно-агентов? Из полиции в экологе. Какой он эколог? Я не думаю, что там образование имеет и в области эколог. Поэтому я требую, я серьезно говорю, я отсюда не уйду, пока я не добьюсь своего. Спасибо активистам из группы Коварова. Это две былиночки девочки. Ну, в общем, я хочу сказать, что и, пожалуйста, жители, поддержите меня. Никто вас за пикеты никуда не заберет. Это законно. Посмотрите, не молчите. Без вас меня сметут. Я очень прошу вас, поддержите меня. Это в ваших интересах, в интересах жизни и здоровья ваших детей. Диоксины – это яд. И воробьев все врет. Почитайте, что это за заводы. Посмотрите, что там происходит. Это все не шутки. Продолжение следует...